Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас опять на моем канале. В последнем влоге я читала комментарии и увидела там, что вам очень нравится рубрика со скетчбуком. Не знаю, как зайдет, понравится, не понравится вам, решила сегодня оформление скетчбука просто заснять в отдельное видео. У меня есть очень интересная идея, заодно покажу вам свой скетчбук, все, что я использую в процессе этого, какие карандаши, какие фломастеры, в общем, думаю, что вам понравится. Обязательно пишите в комментариях, если хотите, еще одно такое видео. Такой красивый у меня скетчбук, в одном из влогов я его выбирала, покупала и ничуть не жалею, что взяла именно этот. Он обалденный просто по сочетанию цветов, смотрит очень нежно, красиво. Кстати, надо придумать для него какую-то обложку, обязательно то будет пачкаться, жалко. Первая страничка у меня никак не оформлена, я планировала здесь сделать что-то грандиозное, очень интересное, но в результате не сделала ровным счетом ничего, просто оставила. Но здесь планируется что-то смастерить, просто пока что не знаю, что. Первый разворот это планы на 2021 год. В принципе, тоже мне нравится, но следующие развороты мне нравятся намного больше. Проблема в том, что когда я пишу и здесь, и здесь, сзади просвечивается, особенно когда фломастером, получается здесь уже надо два листа пропускать. Поэтому дальше я уже решила рисовать только на одной стороне. Смотрите, как аккуратно чистенько смотрится. Вот здесь касательно моих отношений, любовь-мубов, все дела. Смотрите, какой Аладдин и его чувиха крутые. В общем, здесь мне очень нравится, как все получилось. И вот то, что я рисовала недавно, про количество подписчиков. Но сейчас уже больше подписчиков, сейчас уже 198. Так приятно это читать. Зрители, откуда жирафик интересный. И сегодня мы будем рисовать вот здесь. Перед тем, как начать рисовать, хотелось бы показать вам, что я использую при создании этих прекрасных рисунков. Самые обычные просто фломастеры от Oyal. Обычные карандаши. Вы знаете, я взяла мини-версию, потому что боялась, что интерес пройдет. И решила взять маленькие карандашики. Но сейчас я уже задумываюсь о том, что взять себе огромный какой-то набор. Что-то никак не дойду до магазина канцелярии. Надо закупиться. А то всего у меня вот ничего. Художник без это, сапожник без сапог. Обычный карандаш, ластик. И вот, самая главная находка, это гелевая ручка, которая очень жирно рисует. Все зависит, конечно, от моего настроя. Но очень часто я в гугле ввожу простые рисунки и что-то выбираю отсюда. Не всегда, конечно, но иногда бывает прям нравится что-то. Иногда бывает просто из головы беру. В этот раз я, наверное, буду срисовывать, потому что в голове у меня пусто. Я, естественно, сразу гелевой ручкой не рисую. Делаю себе небольшие такие наброски простым карандашом. И ластиком потом сверху это стираю. А вот что я выбрала. Но я немножко хочу кое-что сюда добавить, чтобы было в тему. А о чем будет наш разворот? Это будут дни рождения самых близких мне людей. В процессе того, как я рисую, я бы хотела вам рассказать историю. Такое я часто видела в тиктоке. Там в процессе работы просто рассказывают какие-то истории жизни. На самом деле, эту историю я уже рассказывала в процессе мукбанков, так скажем. Но было это очень давно. И с тех пор на мой канал подписались почти 100 тысяч человек. Поэтому я думаю, что новеньких много. И много кто не слышал эту историю вообще. Когда я была маленькая, я пошла в школу. Это была русскоязычная школа. И я вообще не знала русский язык. Поэтому все предметы мне добавились очень тяжело. Просто с нулевым багажем знаний пошла. И это не могли понять некоторые учителя. Мы жили в то время в России. И они считали, что я должна говорить на русском. И они были правы в этом. И я не могла никак смириться, что я получаю плохие оценки. Я всегда мечтала учиться хорошо, очень старалась. Но вот этот вот языковой барьер, это на самом деле очень тяжело. Представьте себе, вот вы. Вас отправляют, например, в англоязычную школу. Все говорят на английском. И ты вроде как-то поговорить можешь, выйти из ситуации можешь. Но чтобы решать задачи или писать диктанты, ты, естественно, очень слаба в этой области. И был, по-моему, второй или третий класс. У нас была хорошая классная руководительница, которая меня постоянно ругала. Но ругала она меня за ошибки. Она хотела, чтобы я развивалась, хорошо училась. И я пыталась каждый раз начать как будто с чистого листа. Я получала, например, тройку или двойку. Я брала другую тетрадку и начинала писать в этой тетрадке. И говорила учительнице, что ту тетрадку я потеряла. И однажды у нас была самостоятельная работа. Но это было что-то вроде изложения. Я написала на тройку с минусом. Когда я увидела эту свою оценку, получив свою тетрадку, я вырвала лист и сразу помяла его, выбросила в мусорный контейнер. Это увидела учительница. Попросила всех, кто взял свои тетрадки, открыть тетрадки и давайте будем разбирать наши ошибки. Она увидела, что я порвала этот листок и выбросила. И специально подошла ко мне и говорит, я видела, что ты порвала этот листок. Куда ты его делала? Я покраснела, не знала, что мне сказать. Буду на пенсии, мне будет 95 лет. Я никогда не забуду этот момент. Для меня он был настолько шокирующим. Не знаю, когда ребенок все-таки более остро воспринимает какие-то ситуации, которые, возможно, например, в старшей школе, если бы у меня была такая ситуация, я бы просто отшутилась, не знаю, и забыла на следующий день про эту ситуацию. Для меня это была травма детства, и она меня поднесла, так скажем, к ведру мусорному и попросила найти там мой листок. Я начала копаться среди этих бумажек, искать свой листок, и весь класс надо мной смеялся. Мне было безумно стыдно, я покраснела. У меня как будто поднялась температура, жар, то есть настолько фигово я себя никогда в жизни не чувствовала. Я вытащила этот листок, и она меня попросила взять этот листок, сесть на свое место. Он уже был помятый, я его выровняла, и она начала меня ругать при всем классе, говорить, вот как Айнур сделала, так делать нельзя ни в коем случае. И вот прошли годы, и я вспоминаю эту ситуацию, я могу сказать лишь одно. Если бы я была бы учителем, я бы ни в коем случае при всех бы это делать не стала. Даже если я бы увидела, что ребенок вырвал лист, я бы тет-а-тет позвала бы этого ребенка после урока, попросила бы, чтобы он задержался на перемене, посадила бы рядом с собой и просто поговорила. Потому что у несформировавшейся психики ребенка, ну не знаю, сложно это воспринять. И это мне запомнилось навсегда. Я помню, когда мы учились в восьмом классе, в девятом, девчонки говорили, что давайте пойдем к нашей первой учительнице, подарим какие-то цветы, не знаю, просто проведаем ее. Я всегда говорила, что нет, я не хочу. Вот прошли годы, и я до сих пор никак не могу простить этого человека за травму детства. Я понимаю, что я писала, наверное, диктанты плохо, но позорить меня при всех в классе это было слишком. И поэтому я считаю, что когда дети, например, замкнуты в себе, как-то не хотят идти в школу, например, не дружат с одноклассниками, я лично не буду наседать на своего ребенка, дай бог у меня будут дети, я не буду наседать на ребенка и говорить, что нет, ты обязан ходить в школу. Мы живем в 21 веке, есть очень много вариантов обучения дистанционно, и я уже сейчас узнала о том, что ребенка можно перевести на домашнее обучение только по желанию, например, родителей. Ну все, разворот у нас уже готов, посмотрите, как мило получилось. Это типа напоминалки. Вы знаете, нас постоянно все поздравляют с днем рождения, а мы забываем, когда у кого днюха. Я вот так вот записала всех самых близких, и получился такой классный разворот. День рождения, мама, папа, я, даже Твикс. У Твикса тоже день рождения, я назначила в тот день, когда я его нашла. А у меня вообще-то совсем не в этот день день рождения. Ты меня нашла, когда я уже большой был. Чего ты здесь городишь и обманываешь людей, а? Я вообще-то не в этот день родился. Ну ничего, мой сладенький, я же тебя нашла 25 ноября, поэтому так и записали. Ты мой сладкий. За все время создания этого шедевра я успела переодеться. Мама так посмотрела на меня, когда я сказала слово «шедевр». А что, мам, ты считаешь, не шедевр? Я творческий человек. Мама угорает надо мной. В общем, на этом все, мои хорошие. Если вам понравилась эта рубрика, то я, возможно, буду снимать отдельные видео, где я заполняю скетчбук. А если нет, если вы не будете смотреть, я просто буду включать эти моменты в конец влога. То есть, если вы не хотите, вы можете посмотреть влог и в конце не досмотреть. Но надеюсь, что вам понравится и в дальнейшем я и дальше буду заполнять вместе с вами. Спасибо. Спасибо.